Палеоэкология Экология Палеоэкология Палеоэкология Это исторический аспект экологии Как Ключевский говорил об истории, что она ничему не учит, а только наказывает нас за незнание уроков Так и мы в палеоэкологии можем использовать события прошлого для сценариев, для аналогов событий будущего Для того, чтобы оценить естественные процессы изменчивости экосистем, для того, чтобы изучить биотический ответ на внешние изменения, причем в достаточно долгосрочном периоде Если мы возьмем любого ученого, который посвятил всю свою жизнь изучению какого-либо процесса, все равно речь будет идти о нескольких десятках лет Когда мы имеем дело с палеоэкологией, мы ведем счет на сотни, на тысячи и даже на миллионы лет Еще стоит сказать, что палеоэкологические исследования должны лежать в основе охраны окружающей среды Потому что мы должны знать и понимать, как сформировалась экосистема, для того, чтобы предложить адекватные меры для ее сохранения и поддерживания Ну и на самом деле это просто интересно, это такая некая интеллектуальная игра, в которую очень хочется сыграть и, конечно, хочется выиграть Что мы исследуем? Мы исследуем палеоархивы В качестве палеоархивов мы рассматриваем какие-то виды отложений, которые накапливались послойно и желательно не перемешивались между собой И, конечно, чтобы они залегали на достаточно большой глубине, чтобы мы могли получить достаточно широкое временное разрешение В качестве палеоархивов выступают болота, донья морей и озер Также палеоархивами являются ледники, различные геологические обнажения Приведу простой пример, чтобы вы поняли, что такое обнажение Вы вышли на реку, один берег пологий, другой берег крутой И вот с этого крутого берега бывает осыпается грунт, и вы видите узор, состоящий из различных полосочек, которые наслаиваются друг на друга Это и есть геологическое обнажение Эти слои, когда-то сформировавшиеся почвы или грунт, или породы, которые потом изучают палеоэкологи Также палеоархивами выступают археологические памятники И на самом деле довольно часто археологи прибегают к методам естественных наук На фотографии, например, вы можете видеть типичное верховое болото, находящееся в окрестностях города Краснокамска То же самое болото представлено на фотографии сверху, только это уже октябрь месяц Как вы можете понимать, отбор проб для исследования мы можем проводить не только в летний сезон, но также и в осенний, и даже в зимний Бурить что-то со льда Фотография снизу представляет вам тоже болото, но уже в окрестностях города Перми А на фотографии справа вы видите катамаран с платформой на озере И таким образом также с помощью бура отбирают пробы донных отложений, отбирают керны с дна озер Поговорим немножко о методах исследования палеоэкологии При использовании биологических методов исследователи обращают внимание на остатки живых организмов Например, это могут быть пыльца из поры, семена и плоды растений, также ткани этих растений, фитолиты кремнистой оболочки, диатомовые микроскопические водоросли Это могут быть крылья жуков, которые отлично сохраняются в бескислородных условиях И мы знаем, что жуки очень чутко реагируют на изменения окружающей среды Также это могут быть херономиды, то есть комары Это различные раковины моллюсков Конечно, это позвоночные, которых изучают палеозоологи И по костям древних животных восстанавливают их до рода и даже до вида И набирающий в последнее время популярность метод анализа — это анализ древней ДНК К физико-химическим методам относятся потери при прокаливании Когда мы пережигаем какие-либо органические отложения при высоких температурах И органическая часть сгорает, остается только неорганическая И таким образом мы, например, можем проследить динамику накопления углерода в том или ином болоте Также к физико-химическим методам относятся геохимические исследования Когда мы изучаем содержание различных металлов или других химических элементов в отложениях И немаловажный, я бы даже сказала, что ключевой составляющей палеореконструкции является датирование отложений Дело в том, что они позволяют нам получить информацию о продолжительности процессов, о скорости изменения этих процессов, об их периодичности И мы, благодаря датировкам, можем сравнить события, которые происходили в одном и том же месте, но в разное время Или, например, в разных местах и даже в разных регионах Среди методов датирования, безусловно, лидирует радиоуглеродное датирование, о котором мы с вами поговорим немного позже Также оптико-стимулированная люминесценция Датирование по радионуклидам, по различным изотопам Это могут быть изотопы не только углерода, но и изотопы свинца, цезия, урана и многих других элементов И дендрохронологический метод, о котором мы тоже поговорим позднее Начнем с самого популярного биологического метода, это споропыльцевой анализ Он основан на нескольких простых положениях о растениях Дело в том, что эти самые растения производят большое количество пыльцы И лишь малая доля этой пыльцы уходит на оплодотворение, а большая ее часть оседает на поверхности Пыльца отлично сохраняются в бескислородных условиях Это условия болот, условия дна, озер и морей Также пыльца может лететь на большие расстояния, это могут быть сотни и даже тысячи километров И она хорошо перемешивается в атмосферном воздухе И получается такая некая взвесь из этой пыльцы, которая, как мы уже выяснили, оседает на поверхности Пыльца в образце, который мы отберем с поверхности Мы обнаружим, что она отражает тот спектр растительности, который окружает ту территорию, которую мы с вами изучаем Таким образом, мы можем быть уверены, что отобрав образец с большой глубины и проанализировав его на предмет спор и пыльцы Мы можем сказать, что да, действительно, в этом месте произрастали те или иные виды или роды растений Кстати, да, мы можем определить пыльцу до рода и даже до вида в некоторых случаях И когда мы говорим о пыльце, о споропыльцевом анализе, мы должны понимать, что мы получаем региональный климатический сигнал Потому что мы помним, что пыльца может перелетать на большие расстояния Например, пыльцу сосны можно обнаружить в буквально тысячи километрах от того места, где она на самом деле растет Для этого ученые используют специальные поправки, коэффициенты и, понятное дело, это учитывается Также следует отметить, что этот метод, он очень трудоемкий, времяемкий, он требует большого внимания, концентрации, усидчивости И требует достаточно большой насмотренности специалиста Потому что, как вы можете видеть на фотографиях, пыльца бывает разнообразная, она бывает смятая Она бывает повернута не тем ракурсом, не в профиль и не в анфас, а вообще как-то непонятно повернулась к вам какой-то своей стороной И когда специалист уже имеет достаточно большой опыт в этой области, он может, да, действительно сказать, что это тот или иной вид растений Следующий метод анализа — это кропологический анализ, который изучает плоды и семена растений Следует сказать, что практически все семена, которые мы находим в отложениях, они имеют автохтонный характер происхождения То есть, где они росли, где росло это растение, там его семена и упали, и там они и остались в толще И исходя из этого, мы говорим о локальном сигнале, который подходит для реконструкции локальных условий Формирования, допустим, того или иного болота после образования на этом месте водоема и так далее Этот метод также достаточно трудоемкий, он требует много времени И есть такой маленький, не очень приятный нюанс, что всегда существует ненулевая вероятность, что в образец может не попасть Семечка того растения, которое на самом деле росло в этом месте, и просто оно упало на сантиметр левее или правее этого места, где вы отбирали керн, где вы отбирали колонку Но на помощь нам всегда приходят другие анализы, например, по анализу тканей растений мы можем определить, что то или иное растение здесь действительно росло, а семечку мы не обнаружили И вообще, карпологический анализ достаточно редко применяется как самостоятельный анализ Обычно они идут в совокупности со споропольцевым анализом для того, чтобы взаимоверифицировать друг друга и получить комплексную картину тех процессов, которые происходили на изучаемой территории в прошлом Поговорим немного о методах датирования Один из методов датирования, очень популярный, это метод дендрохронологии Он основан на использовании годичных колец деревьев для изучения пространственно-временной динамики природных процессов Метод включает в себя два направления Датирование непосредственно годичных колец и извлечение из этих самых колец содержательного климатического сигнала На фотографиях вы можете видеть, как отбираются пробы из дерева Это тоже называется керном, специальный бурон вкручивается примерно до середины ствола, чтобы мы могли сохватить сердцевину Время основания, время начала роста этого дерева А так выглядит древесный керн От слоя коры, вы видите, что здесь хорошо виден этот слой коры Ведется подсчет годичных колец до сердцевины ствола При этом достоверно известен момент сруба дерева Или возраст живого дерева, когда мы отбирали из него керн Годичное кольцо состоит из двух видов древесины, из ранней и поздней И оба этих вида слагают одно годичное кольцо Таким образом, мы можем узнать возраст дерева от года начала его роста Самый распространенный метод датирования отложений — это радиоуглеродное датирование Настолько широкое применение радиоуглеродного датирования отложений Основано на том, что углерод входит в состав всех живых организмов, которые проживают на нашей планете Дело в том, что углерод, как и прочие химические элементы, имеет различные изотопы Это изотопы C12, C13 — стабильные изотопы и C14 — радиоактивный изотоп Он образуется под воздействием космических лучей на изотопы азота Потом он окисляется, попадает в состав углекислого газа В процессе фотосинтеза он поглощается растениями И потом, участвуя в глобальном геохимическом цикле, проходя по пищевым цепочкам, он попадает во все живые организмы После прекращения обмена веществ в этих живых организмах, то есть когда они умирают Накапливание радиоуглерода прекращается, и он начинает распадаться Измененное количество радиоактивного углерода в органическом образце Соотносится с неким стандартным для того или иного времени количеством этого углерода Дело в том, что соотношение изотопов стабильных и нестабильных углерода в атмосфере практически всегда известно Или его можно посчитать И таким образом, соотнеся два этих параметра, мы можем узнать возраст того или иного органического вещества Нижним временным пределом этого метода является возраст около 50-60 тысяч лет И он обусловлен 10 периодами полураспада этого вещества Далее мы просто не сможем замерить концентрацию радиоуглерода, потому что она будет близка к фоновым И если мы поделим словно единицу на единицу, мы получим единицу И ничего нам это уже не даст Ну и к чему же мы приходим, применяя все эти методы исследования Я хочу привести в пример крепость Порбажин, которая находится на озере Тарихоль В труднодоступном районе республики Тувы Ее начали изучать в конце XIX века Позднее археологи приходили туда в середине XX века И установили, доказали тот факт, что крепость была построена в период Третьего уйгурского каганата в VIII веке нашей эры Однако на тот момент точной датировки момента строительства крепости Получить не удалось Затем в 2007-2008 годах были проведены широкомасштабные раскопки На территории этой крепости И археологи узнали такой интересный факт, что крепость не была использована совсем На территории крепости не было обнаружено культурного слоя практически никакого И поэтому получить точную дату совсем не удалось И тогда наши исследователи обратились к помощи естественно-научных методов История такая В 2012 году в журнале Nature выходит статья Японских ученых, которые датировали радиоуглеродным методом Годичные кольца практически двухтысячелетнего кедра И обнаружили в одном из колец всплеск углерода в 775 году нашей эры Этот всплеск был связан с вспышкой на солнце И позднее это событие назвали событием Мияки по фамилии первого автора этой статьи Наши археологи решили использовать это событие для датирования времени основания этой крепости Они отобрали несколько спилов-лиственницы, обнаруженных в основании крепости И отправили их в лабораторию для изучения их годичных колец Был выбран наиболее хорошо сохранившийся спил с достоверно с понятным слоем коры И что вы можете подумать В третьем кольце от коры было обнаружено то самое событие Мияки То есть мы можем говорить, что это был 775 год Затем с помощью датирования, с помощью изучения на клеточном уровне последнего самого молодого кольца Было обнаружено, что строительство, то есть дерево спилили И, соответственно, строительство началось в летний сезон Таким образом, мы можем говорить о том, что строительство этой крепости началось летом 777 года По данным археологов, строительство этой крепости длилось два летних сезона Ну, а теперь давайте собирать картину в целом По тому, что мы получили по данным датирования, по данным наших палеоэкологических методов И потому, что было известно уже заранее археологам В 770-е годы у власти был правитель, который провел тогдашнее государство Через болезненную религиозную реформу Это было принятие манихейства Мы знаем, что в 777 году, летом, он начал строить эту крепость Мы знаем, что строительство длилось два летних сезона А в 779 году случился антиправительственный переворот Этот правитель был убит, и к власти пришли новые люди Совсем другой религии И таким образом получается, что прежний правитель просто не успел воспользоваться этой отстроенной крепостью А следующему правителю эта крепость была не нужна, потому что он исповедовал другую религию Таким образом, археологи пришли к выводу и сделали предположение о том, что на самом деле Назначение крепости было вовсе не оборонительным, как они думали в самом начале А было культовым, то есть религиозным Таким образом, разгадывается главная загадка Порбажина Это отсутствие следов его использования Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...